Всем привет, вы догадались самозванцы. С вами как обычно Евгений и Алексей. Правильно же? Как обычно, да. А Максим просто штатив. Штатив, да. Алексей, красавчик. Он когда-то... Да, сейчас уже нет. Сейчас жизнь потрепала. Но красавчик, потому что привез нам маракуйю. Маракуйню? Открывай, показывай. Давай сразу к делу. Короче, Лех, расскажи вообще, что это такое? Вот, как тебе досталось и... А может, секрет, как досталось. Там может, с кем надо было переспать. Купил, нашел. С режиссером. Хотел деньги отдать, не успели догнать. Короче. Ну, показывай, давай, что там? Она была замороженная вчера, но вчера Алексей ехал поздно. Да. Поэтому принять не смогли, конечно. Да, принесли на сегодня. И получается вот... Что, может, когда выгрузим, покажем? Ну, мы покажем, да. Да, то есть, смотрите, получается, это 4 бочки по 200, скорее всего, там, 20 килограммов пюре маракуйя. Отборнейшего. Отборнейшего. Пюре маракуйя. Кстати... Нет, не пастеризованное, без консервации. Да, это неосептика. Хранилось оно при температуре минус 20, бочки были заморожены. Полностью. Можно сказать, глубокая заморозка. Это они сегодня ночью в прицепе, ой, не в прицепе, а поставили в кабину. Оно замороженное еще там. Замороженное, да? Ну, не, ну, понятно, что если оно было минус 20, оно за 12 часов... А потом я же дверь-то не открывал. Лех, смотри. Это сырье такое, что из него самогон, мне кажется, вряд ли кто-то делал в таких, собственно, количествах. Тебе досталось сколько бочек? Ты знаешь, сколько это стоит? Я знаю. А, знаешь. Смотри, я тебе сейчас приведу пример. У нас, получается, мы берем для асауров манго Альфонса. Это где-то рублей 300 за килограмм пюрешки манго. Ну, в ассептических бочках. Ну, да. Все же натуральные. Да. Маракуйя стоит еще дороже. То есть где-то пятихатка, да? Ну, давайте по 300, да, считайте. По 300? Ну, это совсем мало, не может там столько стоить. Ну, утре равно по 300. Да. То есть получается 500. Нет, Леха просто, он специально все слова, числа выбирает с буквой Р и все. Да, да. Я не на приемку ее назвал с буквой Р специально, что прием не было. Скажи, ты вообще, вот у Лехи 7 бочек, у тебя 7 бочек, да? Ты что будешь из нее делать? Да, вот очень интересно. Значит, я часть деконсировал, пока она оттаивала, она жидкая была в виде сока. Я ее деконсировал в ПВК-шку. Сейчас сжахну туда. Извини, пожалуйста, что ты сделал? Жахнул. Нет, деконсировал. А, отсосал. Вот-вот. Ну, снял с осадкой насосом. Что за слово умное? Угулились как бы вообще. Снял с осадкой, жидкую фракцию, насосиком аккуратненько, МР-15, вот, в ПВК-шку. Дальше, ну, дальше сейчас я с вами вас раскидаю. Пектиназы, 35-40 градусов, два часа это побултыхается. Угу. И, возможно, ну, то есть желательно, ну, идея какая. Что думаешь, пектиназа все-таки нужна там будет? Ну, для самогона имеется в виду, да? Я попробовал пюре, вот именно пюре, то, что вот отклупал пюрешку, от этого сам отферментировать, вот, три дня банка стоит, ничего не расслоилось. Ага. Здесь, возможно, что-то отслоится. Ну, то есть, ну, в любом случае, ферментировать все, попробую на самом случае. Ну, нет, у нас тоже есть, я думаю, мы тоже добавим на всякий пожарный. Это первое. Второе, я ее просто крепану с перетягой. Угу. Ты хочешь, типа, настойки сделать? Она просто очень кислая. Очень кислая. То есть, а в купаж вместо, там, лимонного сока, вместо лимонной кислоты, я так думаю, то, что это пойдет. И, опять же, надо попробовать, у меня есть сгущенка вишневая. Угу. Ты хочешь это... Да, вишня маракуйи сделать, вот, так, вот, такой. Какую-нибудь настойку. Ликер, не настойку, ликер. Ликер, я понял. Ну, а основная масса, что, будет на дистиллят перегнано? Да. Как ты думаешь, ароматика вот этого всего передастся, или будет хер пойми чего? Вообще, есть такие напитки из маракуйи, дистилляты? Я что вообще такое не слышал? Это Таиланд. Ну, это понятное дело, что это Таиланд, конечно. Я, кстати, вот эту маракуйю в Таиланде ел. Ее очень хорошо, когда выпиваешь. И вот так ложечкой ее... Да, заморозить. Вот, 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 есть, есть место в морозилке. Не-не-не, свежую берешь, вот пополам она разрезается. Это то же самое. И как вот так раз ложечкой. Это то же самое. Не-не-не, я имею в виду, что как в Таиланде. Ну, мы, что есть не сможем просто. Ну, не надо же. Это подожди, не съесть-то закусь. Ведерочек, баклажечек в морозилку убрать, и она вечно хранится, как мороженое. Детям вообще офигенная тема. Короче, ребят, вы поняли, у нас серия это самогон из маракуйи. А Алексей говорит, что у меня для вас есть сюрприз и хранит тайну. Взял ножи, главное, чтобы не пырнул. Никто не верит, что я к друзьям-пивоварам приеду без этого. Без пива? Без пива, да. Просроченного? Просрочка, как мы любим. Это вы же любите. Что открываешь? Распаковка. Распаковка. Смотри, надо открывать аккуратно, чтобы ничего не задеть. Это делается вот так по краям. О, нормально. Просрочка? Центау китайская. Блин, это вообще... Ну, просрочка всего на 2 месяца. Ну да, ничего страшного, это мы выпьем, спасибо. А что ты нам все отдашь? Тебе не жалко нам это отдавать? Подожди. Там тоже, там тоже есть. А там бутылочная, да? Центау. Надо сказать, в каком магазине продается. Да. Лех, спасибо. Мы сейчас тебя обменяем нормальное пиво, непросроченное. Я вам не верю. Я вот приехал, знал, что у вас пива нет. А нету. Ну, знай, вот, знай. Нет, нет, сейчас ты мимо поешь в пивоварне, мы сейчас тебе там это подготовим, подготовим. Все нормально. Это тоже открывать? Да. Это тоже нам? Это не наша? Ваша. Блин. А тут что? Это вам для стримчика. Блин, а это что, мини-бутылочки? А я тебе там образел сейчас попробовать. А что такое? Мини-бутылочки какие-то. Ну, с помойки бутылки. Ну, естественно. А так тоже написано. Центау, прикольно. Спасибо, блин. Что там? Ну, упаковки написано. Что там? Ну, упаковки написано. Крем де касис. Чего, блин? Крем де касис. Крем для касис? Что это такое? Это французский ликер. Смородиновый? Да. Все, я понял. Это от Ильи Николаевича, что ли? Нет, это там мое. Это ты делал? Это я делал. А как он делается? Давай секрет сразу, быстро. Чтобы не упали. Не думай, да, 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 да. Сок черной смородины спиртуется. А не сок, а черная смородина просто. Ну, как ротафью, да? Топтали, да. Залили спиртом, постоял. Дальше под пресс отжали. Вот и напиток, и сахар еще. Ну, чтобы нужно кислое. Сахара там нету. Там то ли сироп смородины, то ли сироп еж нужен. А, ну, я понял. Ну, какая сгущеночка, да? А, сгущенка, да. Легко на бочеку. Да, кстати, 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 да. Вы забыли, я только ее увидел. Она мешалась мне в зарае. Ну, теперь она мне здесь мешается. Лех, короче, нам подготовил нашу бочку, которую ставил у нас в магазине. Да, кто посещает наш магазин и пиарник, вот вы видели, бочки по центру стоят, там сейчас осталась одна и две при входе. Это вот одна из этих четырех бочек, их было две раньше в зале, сейчас одна осталась. Леха нам ее подготовил под зерновое что-нибудь. Ну, у нас и так, как бы, ну, мы под салат один планировали, но мы в белом видео будем, это мы другой будем затирать. Ну, это ладно, это уже вновь не суть. Да, ну, в общем, короче, бочка Алексея подготовлена. Все, можно заливать. За трубочку 20 евро, не забудьте мне не дать. 20 евро, кромка стоит? Ни хрена себе, блин. Ну, ты нам сейчас счет выставишь, доставка, это, это, сейчас вот такой праздник, чих-чих. Ладно, Лех, спасибо тебе большое за подарки. А нам реально с уточного лимита по карте хоть перевести. А я два раза схожу. Короче, начинаем выгружать этот трэш. Все разгрузили, подарки разгрузили. Уже даже дегустируем? Да, все, Лех, тебе спасибо большое. Все, сейчас Леха едет на пивоварню. Мы сейчас его, это, ну, пару пакетов, да, сгреем. Да, 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 да. Хотя, хотя он сказал, что у него вот это вот пиво около 10 тонн, вот. Так что я думаю... Нельзя такое говорить, да? Да, все равно просроченное. Нет, друг тебя грабит теперь. Я две недели это все таскал. Посаряем распихи. А когда грабит, грабит за час. Не две недели, там раз-раз, там ребята быстро наладуют. Идем, а в неделю помогает, что ты видишь. Да, видишь, как тебя, как тебя воруют, конечно. Все, Лех, спасибо тебе большое. Давай, поехали. Все, давай еще раз. Давай. Давай, давай. Нет. Давай, пускай это в истории останется. Ладно. Давай ящик перетаскивай. Нет. Давай. А я сейчас другую пойду возьму, и все пластиковые. Конечно. Расскажи, что мы сейчас делать будем. Прошло у нас где-то... Где-то два или три дня. Три дня, да. После того, как Алексей привез нам эту маракую. Она уже отошла, то есть она все готова к тому, чтобы ее перетаскивать. Как аромат? Ты с ума сойдешь, аромат. Сейчас, подожди, тут между пакетами попало. Да. Ну ладно, ничего страшного, это мы сейчас достанем. Вот так все это выглядит. Здесь пока просто как будто сок, но там срок должна быть. Я не знаю, мы, наверное, ее не взболтаем. Снизу она пойдет. Давай, полок. Знаешь, что хорошо, то, что здесь нету косточки. Да. Засунь поглубже. О, блин, ароматище, с ума сойдешь. А какие наши действия? Все, она оттаяла. Мы ее сейчас ведрами, кстати, надо ведрами принести, перетаскиваем в лабораторию. Мы там подготовили бочки, помыли пластиковые, черные. 260 литровые. В каждую бочку мы будем помещать где-то 100 килограммов этого пюре и добавлять 15 килограмм сахара и доводить где-то до 200 литров, 220 воды. И часть мы сбродим в ПВК, потому что у нас тары. Бочек нету. Да, маловасто. Но не то, что нет, еще места, чтобы меньше занимало. ПВК он и так стоит, как бы меня занимает. Поэтому в данный момент сейчас будем этим заниматься. А я начал снимать. Макс пытался вот этот ящик пива пшеничного центао китайского, который Леха привез. Он просто на улице стоял, коробка рассыпалась. Ну, днище. Я думал, Макс сейчас это все рассыпет. Начал снимать, и он прекратил данное действие. Я сейчас вот так все сделал, все нормально. Ну, понятно. Так что не дождете. А вот такой центао обычный уже, Макс его практически за выходные уговорил ящичек. Я, да, я из пивоварни, получается, на пивоварни ездил на выходные, себе пивка не брал, и потихонечку вот это центао. Сушил. Но вот этот вот в бокале Гинус, это наше пиво жигулевское. Это наше жигулевское. Нашего производства. Тот, кто первый раз у нас на канале и не знает, у нас своя собственная пивоварня, мы сами варим пиво. То есть мы пьем свой пивас. Ну, иногда вот Алексей подогнал, вот Макс его сейчас пьет. Я тоже пил, пробовал центао, так ничего. Китайская пшеничка, она, кстати, такая. Вкус пшенички есть, но на вид не пшеничка, а... Прозрачная, прозрачная. Да, прозрачная. Причем мы банку тоже пытались трясти. Нет там осадка, нет. Нет осадка. Ладно, сейчас все уберем. Ну, выглядит, в общем, вот так. Вот, смотрите, поболтали его, размешали. То есть пюрешка там на дне все-таки есть, да. Но оно такое, больше сок на самом деле. Ну, вот такой сок с мякотью. Походу вообще мякоти мало. Почитали, производство Вьетнам, замороженное пюре муракуйя без семечек. Да, то есть прям все четенько. Ну, это прям вообще эксклюзивное сырье на самом деле. Еще такого качества. Я, конечно, не знаю, как будет бродить. Сок получается очень кислый. Ну, я думаю, что-нибудь придумаем. Если не будет бродить, что-нибудь будем как кислотность понижать. Подготовили мы семь ямкостей, семь бочек из-под грудцов. И восьмой у нас будет ПВК. Будем его еще заряжать. Сахар, а, не сказали. Как будем делать? Будем делить по 100 литров пюрешки этой. Добавлять 15 килограмм сахара. Это на одну бочку. Ну, и водой еще разбавим. Да. Заодно кислотность уменьшится. Да, у нас он пошел блин дождь, причем затяжной дождь. У нас, конечно, это хорошо частично, что жара стояла. И сейчас, когда такая погода, ну, полегче. Но он нам все планы порушил. Приятного нам ракуя, то завтра таскать. Потому что сегодня под дождем носить ее нет смысла. А сегодня чисто тогда сахар разводим на плитке. И заливаем сюда вот. Ну, тоже первую партейку уже залили. Две бочки уже готовы. То есть 15 килограмм сюда, 15 сюда, 15, 15, 15, 15. И уже тогда завтра будем перетаскивать сам продукт и заливать бочки. Увидимся завтра. Да, уже завтра. После варочки, кстати, прямо это будет. Мы завтра в 4 утра встаем, едем на пивоварню, варим пиво. Варим завтра жигулевское. Вот. И как бы приедем сюда и продолжим здесь работать. Ну, а что делать? Дождь все порушил, а планы все, блин. Ну, да. Не ожидали. До завтра. Наступил следующий день. У нас пришла опять жара, солнечная погода. На всю неделю зарядила. Поэтому нас ожидает впереди горячая неделька. Мы, кстати, у нас на этой неделе еще такой загруз конкретный. Ну, здесь был жесткий. У нас три варки пива подряд каждый день в 4 утра встали. Фильтрация замес этого саура. Да, сегодня первая варка была. То есть мы сегодня в 4 утра встали, съездят, варились. И вот приехали после пивоварни, после работы, так сказать. И продолжаем заниматься маракуйей. Смотрите, три бочки уже перетаскали, они в лабе стоят. Осталась последняя, четвертая. Вот ее только что открыли. Я... Мы шорт снимали, я пробовал его уже. Я знаю, что она кислая. Сейчас я вам скажу. Здесь как? Зачеркнули вот такой глинкерн нашей маракуйей. Смотрите, вот так она выглядит. Кстати, смотрите, какой симпатичный стаканчик, так сказать. Мы скоро... У нас есть идея вот такие глинкерны сделать самозванцы Drinking Team. Drinking Team тоже эти... Логотип наш и номерной номер будет индивидуальный. Индивидуальный. Да. Номер будет на дне выгравирован. То есть стаканы будут номерные. Ну, это типа на тему самозванцы Team. Ну, не то, что на тему, это и будет самозванцы Team. Да, только самозванцы Drinking Team. Только следующая. Drinking Team. Ладно, давайте. Ну. Да ну, хорэ. Да ну, я не буду это. Чего? Страшно. Нет, страшно, потому что я знаю, что она кислая. Я ее пробовал уже. Дай я попробую. Кислючая? Дай, 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 дай. Дай вторую схватануть. Прям тебе не терпится, да? Ну, я что-то это... Я так чуть-чуть попробовал. На палец, так сказать. Вот такая прям... Тут pH меньше трех сто процентов. Наверное, два с половиной какой-нибудь. Надо было, кстати, прибором замерить. Ну, сейчас на пиарню он нужен, блин. Не хотел забирать. А давай на пиарню отольем чуть-чуть замерим. Ну, кстати, ну, кстати, можно, да. Прям можем обратно, чтобы здесь не было. Тихо, тихо. Нет, там, наверное, не написано. Пашнир. Это тема вьетнамская. Мы посмотрели, да? Мы ей говорили, да, что это за Вьетнам мы привезли нам его. Нет, тут ничего нету, кстати. Короче, нету, да, по кислотности. Ладно. В общем, переливаем последнюю бочку по ведрам. Также ковшом переливаем. Таскаем в лабу, уже в бочке там будем засыпать дрожжи. Покажем, да. В принципе, мы все перетаскали. У нас получилось там сколько? 8-10 этих бочек. 8 бочек. Смотрите, мы туда уже сироп сахарный добавили. 15 килограмм на бочку, как мы и говорили. Воды добавили. А, ну, в одну еще разбавили, да. Воды добавили, да. А будем использовать вот такие дрожжи комбинированно. Шафер, Фруид и Экспресс-24. Смотрите, они будут работать в паре, так сказать. А у этой браги, ну, вот эта маракуйя, ее почему? Списали, у нее кислотность очень высокая. И чтобы дрожжи завелись, вот эти вот дрожжи именно Экспресс-24, у них подкормка есть как бы. Ну, значительная часть подкормки. То есть, смотрите, видите, пачки, они даже вот, ну... По граммам разные. Да, прям, ну, видно. И навес. То есть, короче, вот эти с подкормкой, с такой, с нехилой идут. И мы думаем, что это поможет, ну, кислотность вот эту преодолеть, как бы. И они будут вот в паре. Поэтому рассыпаем по поверхности эту иду. То есть, на каждую бочку по пачке. По две пачки. Давайте. Нет, по одна шафлер идет. Ну, а шафер Экспресс и одна этот, Руй, да. Я же говорю, по одной пачке такой и такой. То есть, ну, то есть, две пачки на огонь. В сумме, да. Давайте рассыпем. У нас там пол липкий уже. Все, да, все в этой маракуйи, в сахаре. То есть, да, поэтому не обращайте внимания. Это, как бы, я думаю, нормальная тема для таких домашних лабораторий, когда у вас тапки прилипают. Да, у меня даже камера вон тут, я смотрю, в маракуйи, да. Прямо долго сыпется пачка прям большого объема. Все. Завтра там как заведутся уже, покажем. А Максим включит, да, меня завтра, скорее всего, здесь не будет. Покажет вам, как бродит. На следующий день все забродило. Посмотрите, вот такое вот брожение идет. Запах. Ну, прям маракуйя-маракуйя, прям пипец. Ну, и, в принципе, очень хорошо бродит. То есть, ну, проблем никаких нет. Завелись, как мы и думали, то, что с подкормкой, то есть, все четко. А посмотрим, насколько сильно они сбродят. То есть, хотелось бы, конечно, чтобы все это было ближе к нулю. Все, ждем, не знаю, сколько. Включимся, покажем, когда уже конец брожения будет. Маракуйя отбродила где-то за 5 дней. Все, уже начала даже потихонечку осветляться. Соответственно, вот эти все бочки. Налетела куча этих дроздофилов. Тут просто они сейчас унести тебя могут. Начинаем перегонку. Вот, блин, это трэш какой-то, блин. С ума сойдешь. Но, когда работаешь с фруктовыми, это тут, блин, всегда такая движуха. То есть, сейчас что-нибудь будем придумывать с ними, конечно. Это бродило в котле. Сейчас сюда добавляем еще литров 100. И, соответственно, все перегоны, вот эти делаем, вот этих всех емкостей. Уже увидимся в конце, когда перегоню, покажу, сколько спирта сырца получилось. Весь объем маракуйя был перегнан. Получилось у нас две бочки. Одна 170-литровая не до конца. И 260-литровая тоже не до конца. Мне кажется, здесь в районе 220 где-то литров. Крепость спирта сырца ориентировочно 25%. Я что хочу сделать, хочу все это дело укрепить. Потому что у меня в медный аппарат вот этот весь объем не влезет. То есть, я сейчас сделаю еще одну промежуточную перегонку. Я думаю, в других вы сериях тоже увидите. То есть, мы сейчас, если где-то что-то не влазит, или маленькая крепость, то мы укрепляем. Здесь воспользуемся тем же методом. Тупо переливаем все в пароводяной котел. В наш. Я его уже, кстати, сполоснул. Уже снаружи чуть-чуть так потер. Здесь, кто работает с руктами, знает, что эта работа очень грязная. Вот тут вот куча всего тут разливается, переливается. Вот так это выглядит. То есть, это не страшно. Сейчас вот я все переливаю, и мы лабораторию Женьком будем убирать. То есть, сейчас, конечно, здесь все выглядит очень печально. Но здесь побывал абрикос, здесь побывала маракуйя, здесь побывала гречка. Вот. То есть, и, ну, как бы тут, естественно, все в лаборатории в таком угандошенном состоянии находится. В принципе, все. Переливаю весь объем, надеюсь, что влезет в ПВК, и начинаю укрепляющий перегон. Залил по горло ПВК-шечку 300-литровую. Все, прям вот, ну, чуть-чуть уже осталось, даже вот прям к люку приближается. Все, поставил там, кстати, чуть-чуть не вместилось, где-то литров, наверное, 15 в эту бочку. Ну, ничего, сверху мы сейчас накинем крепкого спирта-сырца второй перегонки. Ну, и все, сейчас перегоняем. Наверное, перегонять буду где-то до 98 в котле. Может быть, до 99 сейчас по калькуляторам посмотрю. Но позже вам скажу. Все, начинаем второй перегон. Сегодня у нас финальная перегонка маракуйи. Здесь в районе 200 литров. Спирт-сырец получается двухкратной перегонки. Сегодня будет третья, дробная. Здесь где-то 51-52% спирта. Все, запускаем нагрев. Позже покажу отбор голов. Все, у нас куб закипел. Наверху 76 градусов. Вот пошли у нас головы. Настроил вот с такой вот струечкой. Может быть, чуть-чуть сейчас уменьшу. И, соответственно, поставлю вот это ведро, потому что собирать голов будем мы в районе от 7 литров. Вот такая штука. Пока они, ну, головы идут. Вот я сейчас нюхаю. Ну, прям не такой, не ацетоничный, но такой резкий запах. Резкий такой аромат прям спирта. Потому что, наверное, очень крепкие головы идут. Блин, чуть-чуть подкручу. Вот. Ну, как-то так. Отбираем. Соответственно, потом увидите, сколько чего отобрал. Такое вот количество голов я отобрал. Это в районе, наверное, 11 литров получилось. Аромат. Ну, такой спиртовой. Честно скажу, что маракуйя не чувствуется. Но посмотрим, что будет во вкусе. Как напиток дальше раскроется, будем смотреть. Отбираем тело. Сейчас у нас получается в попугае 85-86 градусов. Не градусов, а объемных долей спирта. Наверху 77,3. Все, процесс долгий. Покажу уже, сколько в итоге получилось. Перегонка маракуйя подходит к концу. У нас получилось, ну, соответственно, попугаи сейчас где-то в районе, ну, приближается к 60. Получилось, как бы, вагон и маленькая тережка. Это 50-литровый, 50-литровая кастрюля. Здесь 80+. 40-литровая кастрюля. Здесь тоже около 80. И финалочка. Вот этот вот 10-литровый пузырек. Ну, это все, это конец. Ну, это не хвосты, это тело. Просто у меня не было емкостей, чтобы, ну, большое что-то поставить. А вот это вот, получается, я все-таки гнал в несколько заходов. Не успевал одним днем все перегнать. И, соответственно, здесь небольшое было проливание. Вот будильник звенит, что все, надо заканчивать. В принципе, все. Перегонка маракуйки закончена. Мухи слетаются здесь постоянно. Вот эти вот раздафилы, потому что все-таки сырье фруктовое. Маракуйя вышла у нас ровно 80% по алкоголю, 80% объемных долей спирта. Разбавляем мы ее до 40 градусов и уже будем дегустировать. Сань. Я здесь. Скажи привет. Всем привет. Вот. Мы сейчас у Женька на даче находимся. Здесь такой скромный домик, чтобы вы не думали, что Женек олигарх. Конечно, вообще за душой ни хрена нет. Да. Обычный участок, 6 соток. Качельки. Мы, мне кажется, уже здесь разочек на стрим выходили, я помню, да? Но я не помню, снимали ролики мы или нет. Нет, то, что мы тут сняли, а вы на камерах не сняли. А, мы тогда, в прошлый раз, кстати, да? Это, наверное, год назад как раз. Дегустацию снимали, и камеры ушли, и поэтому серия снималась потом еще. Да, да, да. Сарис снимается. Да, я же тебе говорил, я просто... Меня же она снимает, я вот такую картину наблюдал. Короче, мы сейчас делаем легенькую закусочку. Женек предложил закусить этой говяжьей печенью. Ну, просто свою печень подправить надо. Да, да, может, как-то поможет, хрен его знает. Соответственно, сейчас будут вот такие вот небольшие сделаны шашлычки с печенью и немного курдюка. Сань, убери, а то этот бокал меня... Да, сейчас. Он меня дискредитирует, что я пью шампанское. Дай мне мой бокал с пивом. Сейчас, подожди, давай я тебе дам. Я... Это наш пиво пьешь? Да. Блин, у меня... Я наш не взял, я вот такой вот марочная фигачу. Не, вот этот вот кусок прям хорошо снялся, вот смотри как. Да, да, четко. Чуть-чуть вот в конце, но не... Четко. Короче, мы сейчас будем дегустировать самогон. Вы-то знаете какой? Саня, белый, знать этого не будет. Вот, и он будет участвовать как бы в дегустации вслепую. Казино сегодня садим будет, будешь ставки ставим. В разведку боем пойдет, так сказать. Apple Watch'и ставишь. Так что это все, мы сейчас жарим потихонечку. Садимся вот на тот маленький столик на качельке и будем пробовать, что у нас получилось. А мы, да, мы будем делать... Что мы сейчас делаем? Мы на куски разрезну, снимаем пленку, разрезаем на куски печень. С собой есть кусочек курдюка у нас. Кто что сказал, ты не слышал просто, да, ты просто не в этой, ты увлечен процессом. Я был увлечен, да, я плен. Я же показал, да, что у нас курдюк, это шпажки, так что все нормально. Все. Тут вот такой, смотрите, у Женька Weber, это новейшая технология Weber. Такого пока еще ни у кого нету. Даже у Weber такого нету, у нас кровашка пивная к нему пригучена. Да, вот здесь вот такая штука, очень удобно, кстати. Сейчас будем его юзать. Короче, печеночку нарезали, курдюк нарезали, приправы, соль, перец. Пока жар сильный, угли вот только-только прогорели, но они еще вот нормально не покрылись даже залой. Закидываем, пока сильный жар. Овощи, то есть баклажаны, помидорки, перчик. Будем делать аджаб сандал, ну или салат дымок, как его называют. Аджаб сандал, да. Ну да, суть его в чем, до углей зажечь просто овощи эти, чтобы от них кожура хорошо отходила. Потому что если их не дойдут, они не оторвешь. Вот, и потом уже это все режется на кубики, смешивается, добавляется уксус, добавляется масло подсолнечное. То есть как бы, ну вкусно будет. У меня еще не раз такой темы не делали, но Женьк уже вроде как несколько раз делал. Да, уже раза три уже делали. Все получается. Да, ну мы, как обычно, в интернете рецепт посмотрели. Ну да. Ну смотрите, вот так вот страшно выглядят овощи. То есть их прям надо до черноты жарить, чтобы вот эта вся корочка очень хорошо отходила, кожица. То есть тогда проблем с чисткой не будет. Ну то есть, вон, смотрите, уже все сок течет. Вот они все полопались, помидорки. Короче, снимаем сейчас. Уже слюни текут, кстати. Да. Снимаем все, баклажаны вон все мягкие, тоже уже распадаются. И делаем салат. Слушай, салат, что, просто кожу снимаем, наразрезаем, накидаем. Ну, салаты будет делать моя жена, естественно. Мы сейчас будем печень дальше жарить, печеночку. Вот, да. Снимается кожа, кубиками все это нарезается. Добавляются специи. Какие специи? Соль, перец. Добавляется и лук, чеснок, и уксус, и масло. Масло, и масло. Все, да. То есть, и будет обалденный салат. Но мы попробуем, и... Ну, Саня уже пробовал, мы готовили. Саня, ты в преддверии употребления крепкого, да? То есть, ты говоришь, сейчас бы крепенького, крепенького. Я, да, я, как бы, очень... А почему ты, ну, вроде как бы, у нас пиво в арне, ты, наоборот, должен на пиве сидеть плотненько. Тем более на нашем, а не на Жигуля. Да. Ну, я... Из магазина. Ну, я вообще не планирую пить пиво. Это просто вот ребята угостили. Тогда хотелось начать, конечно, по крепку, но крепко. Ребята угостили. Я тебя угощал, кстати, пилснером. А вот это, скажи, Максим угостил. Да, это Максим. Да. А пилснер меня, Женька, угостил от самозванцев, а это... Короче, ты пиву даешь бой пока, да? Да, что-то вот хочу пойти на по крепким напиткам. Ты сейчас что употребляешь вообще? Ты мне говорил, что джин вроде. Вчера, да, очень так изрядно поднарезался джином. Ну, джин он тяжелый. Стаканчик, стаканчик, стаканчик. А ты джин пьешь как? Со швепсом? Швепсом. Швепс и лимон. Ага. Ну, льда нету. Я вообще, конечно, льда киваю. Он прям холоденький. Я понял. Ну, отлетает, будь здоров. Нормально едет, да? Да, стакан обычный, 200-граммовый. Все, я понял. Да, я смотрю. Вот так нанезали на шпажки. Шпажки пошли. Ааа. Так жар хороший прям. Тут курдюк. Все, запах уже пошел. Печень? Да. Диетическая тема? Диетическая тема, да. Ну да. Курдюк особенно. Все, все. И там уже по мере смотрим. Закрываем. Ну, такой вид у них. Ну, пожарился, пожарился. Да. Пора снимать. Сейчас будем уже приступать к дегустации. Стол наш готов. Скромненький. Салат дымок выглядит вот так. Саня рецепторы промывает. Сидором. Сидором. Прозраченным. Я готов уже. Все, снимаем, садимся, пробуем. Ну что, давайте пробовать. Банкуйте, барин. Печень готова. А Джаб Сандал. Санина пока еще не готова. Саня подготовился. Мне прям, как обычно, я немного. У тебя на донышке, да? Да, на донышке. Ты что-нибудь какую-то налил? Да. Налил, налил. Тут не видно просто ничего. О! Так, смотри, Саня. Ты не знаешь, что это такое. Вот. Ты должен попытаться, по крайней мере, определить. Либо просто сказать свои ощущения, что ты думаешь по этому напитку. Фруктовый. Так, дальше. Мне кажется, он сейчас чуть-чуть рисковат, потому что мы его недавно разбавили. Можно бы так, кстати. По аромату он немножко рисковат, потому что, говорю, разбавили недавно, он еще не устаканился. Сейчас дай-ка сразу себе. Пока не чокнулись, да-то он скажет, поставил. Надо сразу себе там подготовить. Скоро прям буду есть. Ну, он такой ведь. Курдичок. Ну, что? Ну, точно не яблоко, по-моему. Ну, фруктовая, да, тема? Фруктовая. Только надо понять, что. Ну, точно не яблоко. Что ты хоть такой? А мне, короче, прикинь, мне почему-то, ну, нет, фруктовое, да, но мне прям почему-то ощущение, что я точно знаю, что это не яблоко, но мне кажется, что яблоко, ну, чуть-чуть как-то отдаленно. Яблоко, да, яблоко. Нет, знаешь, как если ты сейчас скажешь, вот так сразу все будут думать, что это там, типа. Я изначально, когда понюхал, я в аромате, мне показалось чуть-чуть яблочность есть, вот это яблочко, но я знаю, что это не яблоко, это просто, ну, про то, что я по вкусу. Давай. Может, на вкус сами определим? Определи, да. Просто у нас сегодня две дегустации, вы пейте, пейте. У нас сегодня две дегустации, и я пока не знаю, из двух напитков, какое-то имена. Саня вообще не знает. О! Вот и все. Нет, нет, нет. О, о, это буква О. Я говорю, стоп. Тропический-то вкус, или, блин, этот, как он, или манго, или еще что-то. Ну, очень близко, Сань. На самом деле, это маракуйя. Ну, я просто... Прикол такой. Мы, когда это все дело замешивали, само пюре маракуйя было просто, пахло так, что с ума сойдешь. Единственное, что она была очень кислым, как бы, да, то есть, и мы его, естественно, в самогонку переработали. Но аромат еще был просто безумнейший маракуйя. А в напитке, значит, по-другому немножко все сработало. Я уже начал замечать это на спирт в сердце, что аромат урезался. То есть, прям вот именно откровенно маракуйя, прям вот сейчас понюхать, если... Да не определишь никогда, что это маракуйя. Да, не определишь, что это маракуйя. А вот во вкусе вот эти тропические нотки, они присутствуют. Ну. Закрепим? Да, давай, мне еще чуть-чуть налить. Кстати, как печенка, как салат. Очень вкусно. Салат обалденный, печенка обалденная. Жень, сутки, она пропеклась хорошо прям. Я про печень. У меня сухая получилась прям, именно прям, очень отлично. Все, закрепляем результат. По поводу салата. Если кто-то такой салат еще не делал, возьмите на заметку, салат очень вкусный. Да, он сочный. Очень вкусно. Это замена к шашлыку овощам обычным, а получается печеные овощи, но очень вкусно. Ну, давайте. Ты мне еще налил? Я как-то, ты мне еще тоже налил. Да. Стоп. Я просто к этим стаканам еще не привык, не вижу, сколько наливаю. Ну, стаканы, кстати, офигенные, качественные. Да. Прям толстостенные такие. Ну, давайте. Ну, сейчас, кстати, после второй, такой прям фруктовый аромат, прям... Маракуя пошла. Не, маракуя нет. Маракуя не пошла. О! О! Саня, ты же... О! Да, о! Не, ну, реально вкусный напиток. Ну, давайте. Сдрогнули. Ну, да. Точно не этот. Не манго, да. Точно не сказать, что я маракуя, как говорится. Я просто не ем маракую и не знаю просто, что это. Ну, это такой самогон тропический. Конечно, в реальной жизни вряд ли кто-то его будет делать, потому что это купить невозможно. Ну, опять же. Если досталось на халяву там или еще как-то, то... Да, как в нашем случае, потому что... Маракуя сама по себе очень дорогая. Поэтому... Маракуя пофиолетовая, да, штука? Ну, она такая, получается, маракуя. Она вообще сам себе такой фрукт. Он такой где-то сантиметров там 4 в диаметре, да. Ну, такой вот. Он фиолетовый желтый, да? Ты его пополам режешь, да, и он там косточки такие, и такая консистенция прикольная. И кисленька такая, он кислый. Ребят, я, по-моему, даже его не ел, по-моему. Я видел, но я, по-моему, есть его не ел, по-моему. Его, кстати, с ромом очень хорошо. Да. Я вот, мы когда встал на Виталии, я Максу потом сказал, говорю, советую тебе взять рому и маракую. Маракую пополам разрезаешь, она такая достаточно жесткая, ну, оболочка, а внутри она мягкая. И там вот эти семечки с мякотью ложкой вот так выскабливаешь. И закусываешь. То есть выпиваешь, да, выпиваешь ромчик. И закусываешь вот этой мякотью с семечками. Обалденно, она с кислинкой, а вообще просто супер. А еще с маленькими анасиками вот этими, там еще миксовать туда-сюда. Да, да, да. Тоже бомба. Да. Но, в принципе, мы не говорим, что делать так же, потому что... Но это невозможно так же сделать. Невозможно, это дорого. Если бесплатно досталось маракую, то да, опять же, как сказали. Поэтому явной маракуйи, опять же, в аромате нету. Но это может быть сейчас, знаешь, что? Потому что, говорю, мы недавно только разбавили его. Он может раскроется. Может быть, сейчас в стекле постоит, раскроется. Да, возможно, будет все по-другому. Но на данном этапе это так. И забыли вам сказать. Смотрите, в данный момент этот ролик снимается где-то... 16-17, наверное, августа. У многих провайдеров не работает YouTube. Ну, то есть, на сайт вы можете зайти, да? Но видео не грузится. Поэтому мы в описании этого видео оставим ссылки на это видео. На Рутубе. Другие платформы. На Рутубе, да. На другие платформы. Рутуб, ВК-видео. Чтобы вы, если не можете его посмотреть, перешли по ссылке прямо на это видео и посмотрели. Да. В общем, вот такие дела на данный момент. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.